Заявление предоставляю слово представителю Соединённых Штатов. Господин председатель, вчера мы проводили заседание в зале консультации. Мы выслушали выступление спецпосланника ООН Стафана Домистуры, в котором он описывал каждодневные смертоносные бомбардировки без разбора по восточной части Алеппо. Мы слышали, как спецпосланник Домистура настоятельно призывал Совет Безопасности незамедлительно принять меры для того, чтобы не допустить штракомасштабной резни. Понимая, что если мы это не сделаем, то мы поставим пятно позора на Совет Безопасности, которое надолго останется, как было в недавней истории. Резолюция, на которую сегодня наложила вето Россия, была сопряжена с одним простым требованием, с одной простой целью – остановить бомбардировки в городе Алеппо. За последние две недели Россия и режим Асада развернули ужасающее военное наступление в восточном Алеппо, район города, где находится 275 тысяч человек гражданского населения без возможности выбраться. Подвергнуты этой атаке удары с воздуха при таком наступлении со стороны России, фактически полностью ликвидировали объекты инфраструктуры для обеспечения жизнеспособности народа Алеппо. Это больницы, объекты по водоснабжению, автомашины скорой помощи, пожарные машины. Семьи укрываются под обломками, под руинами. Десятки тысяч гражданского населения погибли, сотни тысяч гражданского населения сейчас находятся в условиях угрозы голодной смерти, если ничего не поменяется. Генеральный секретарь описывает, что Алеппо – это хуже, чем бойня. Спецпосланник заявляет о том, что город будет полностью уничтожен к концу года. Известна причина. Удары с воздуха, которые наносит Россия, и режим Асада. Вот причина. Россия и Асад хотят захватить восточную часть Алеппо для того, чтобы дополнительно укрепить дамасский режим России. Не хотела, чтобы этому мешала данная резолюция, поэтому положил на нее вето. Здесь это вето применили в Совете безопасности для того, чтобы упрочить положение Башара Алясада. За счет 275 тысяч сирийцев мы слышали так много предостережений здесь, в этом зале. Так много рассказывалось о буржуасающих страданиях, о варварствах. И вот сегодня был день для того, чтобы Совет действовал, для того, чтобы извлек урок из недавнего прошлого. Однако не смогли это сделать, потому что один из нас, представляете, это еще и председатель Совета безопасности ООН, исходит из намеренности того, чтобы допустить продолжение убийств, фактически принимает участие в этом. Это подлинный гротеск. Россия неизменно будет предлагать совершенно другое объяснение. Россия заявляет, что ведет борьбу с терроризмом. Наверное, обвинят, что в страданиях Алеппо виновна Америка. И будут говорить о том, что мы не относимся серьезно к борьбе с терроризмом. Будут рассказывать о прошлых конфликтах в других странах. Это будет ложь. И вкратце они все будут делать, возможно, для того, чтобы скрыть или отклонить истину. А истина в том, что борьба с терроризмом для России – это предлог для того, чтобы режим Асада вернул Алеппо под свой контроль при помощи грубой силы. И те группы оппозиции, которые осмелись выступать против режима Асада, будут уничтожены. И население будет принуждено к подчинению. Как говорил госсекретарь Керри, это ужасная стратегия, цель которой уничтожит всех и вся, тех, кто стоит на пути военных целей. Нет никаких иных объяснений, зачем еще, в первую очередь, с таким наступлением России и Сирии, первая цель – это больницы и госпитали. Почему каждая больница в восточной части Алеппо подвергалась ударом не просто один раз, а дважды? Почему еще колонна с жизнеспасительной помощью гуманитарной, направлявшаяся в Алеппо, почему эта колонна была уничтожена? Не нужно быть международным юристом, чтобы знать о том, что термин – хорошо, и есть термин, который это описывает. Военные преступления должны быть расследованы. Россия не может пользоваться присутствием пары сотен членов Нусры для того, чтобы оправдывать бомбардировки с воздуха без разбора, когда сотни тысяч гражданских лиц находятся под ударом ныне в осаде России и режима осада. У России есть привилегии действовать в Совете Безопасности с ответственностью за поддержание международного мира и безопасность. Но за такой кампанией по борьбе с терроризмом Россия превратилась в один из главных поставщиков террора в Алеппо, используя тактику, которая ближе к действиям бандитов, а не правительств. Россия считает, что мир будет смотреть в другую сторону. Так же и думает осад, когда они будут говорить о борьбе с терроризмом. Но это не так, и каждый из нас говорит об этом со всей ясностью России. Есть террористы в Сирии, их много. Соединённым Штатам не нужно, чтобы кто-то им объяснял, почему смертоносны и опасны террористы. И тот факт, что там есть террористы, объясняет, что США возглавляет коалицию 67 членов для того, чтобы бороться с ними. Поэтому однозначно призываем к тому, чтобы группы оппозиции отмежевались от Аль-Нуссеры. Именно поэтому на нынешние недели мы нанесли авиаудар с целью уничтожить старшего руководителя в Идлибе террористов. Мы будем неустанно бороться с террористами. Мы потратили месяц для того, чтобы сформировать кампанию по борьбе с Аль-Нуссрой вместе с Россией. Мы согласовали путь вперёд, который позволил бы нам заострить внимание на целях террористов. Взамен мы просили, чтобы Россия продемонстрировала дух доброй воли, поддержав режим прекращения боевых действий и допустила бы гуманитарную помощь. Когда была представлена такая возможность сотрудничества по борьбе с терроризмом, Россия решила отказаться от этого. Россия решила проигнорировать неоднократные призывы Совета о том, чтобы обеспечить прекращение боевых действий. Россия пошла на поддержку военной кампании, режима Асада. Для того, чтобы спасти этот режим, кто-то будет критиковать эту резолюцию за то, что там не хватало равновесия. Но нет равновесия с бомбардировкой Восточного Алеппо. Это просто-напросто так. Россия режима Асада с самого начала ведут такую борьбу. Используются зажигательные бомбы, бомбы глубокого проникновения, даже с ударами по клиникам в подвалах, где врачи пытаются спасти жизни. Россия и сирийский режим причиняют этот кровавый конфликт. Поэтому мы должны требовать, чтобы те, кто отвечает за эту воздушную кампанию, прекратили бы это делать. Так не победишь террористов, так, наоборот, можно лишь создавать террористов. Ведь насилие чинит следующий раунд насилия. Мы хотели просто прекратить бомбардировки Алеппо сегодня. Ничего еще. Позорность, что не удалось это сделать. США стремится обеспечить дескалацию насилия, обеспечить прекращение огня, приступить к реальному политическому процессу. Однако для того, чтобы такое произошло, необходимо положить конец ужасающим страданиям народа Восточного Алеппо. Что сейчас причиняет нынешний председатель Совета Безопасности и сирийская авиация. Пора, чтобы Россия прекратила убийство детей в Алеппо.